А вот уже и съезд на ту самую магистраль, про которую я вам перед этим говорил. Идет она на Екатеринбург. Жалко только, что она только до Кукуштана пока. Это 40 километров. Но и до хоть 40 километров. И тут по три полосы в каждом направлении. Это по нынешним меркам шикарно. По нынешним временам. Две бы хорошо, а уж три-то. Это роскошь. Ну что, солнышко у нас уже встало. На часах 7.19. И мы выходим. Нет, еще пока не на финишную прямую. Но оперативный простор. Переживал я за эту трассу. Вот как раз на Камскую и Камскую объездную. Из-за того, что... За Камскую, точнее. Из-за того, что сейчас ранние часы. Думаю, народ поедет на работу. Но мы успели. Успели до часа пик пройти. А здесь... Здесь пока в сторону Екатеринбурга не должно быть такого движения. Плотного я имею ввиду. Ну что, скажем. Перми, до свидания. Надеюсь, скоро увидимся. Да, все не получается. У меня прогулка по этому городу. Но пока здесь прохожу транзитом. Что-то медленно Дэо не торопится меня обходить. Нравится, наверное, идти параллельными курсами на крейсерской скорости. Ой, красота. Лепота. Лунный диск сегодня наполовину. Его еле видно на небе. Ну что, день вступает в свои права. Субтитры сделал DimaTorzok Судя по навигатору, рядом с нами проходит железная дорога. Ух ты! Я смотрю, по ней даже грузовой состав идет. С вагонами Новотранс. Новотранс. Да, голова, конечно, где-то там уже далеко. Мы ее уже не увидим. Да, и тут наши дорожки расходятся. Так, у Куштана осталось 7 километров. И после этого съедем мы на ремонтный участок. А вот как по нему идет движение, мы с вами узнаем чуть позже. Справа от нас заправка под названием ВВ. Чуть-то не ВВП. И совсем уже недалеко у нас Куштанская развязка. Да, если здесь вот повернуть, заедешь на стоянку. Дорога здесь вот засыпана старая. Зато есть новая направо на АСУ. Так, смотрите, стояночка-то работает. А где на нее заезд, это надо ехать по новой дороге и там сворачивать направо. Да, немножко неудобно, конечно, для стоянки стало. С парковкой. Да, завершается наша автомагистраль. Сужение дороги и сразу-сразу на плохой участок. Не знаю, здесь заделали, не заделали. Газели торопятся обойти перед узким участком. Но посмотрим, как вы по нему поедете. Да, 47 километров. 47 километров это показывает расстояние от Перми до вот этого узкого участка. До ремонтного. То есть, по факту, докуда идет эта автомагистраль. А, смотрите-ка, здесь срезали, срезали. Очень хорошо, наконец-то. И дорога как будто под ней плита лежит, да, какими-то такими пусками. Но это... Дрительный обман. Так, дорожники все собираются по своим рабочим местам, по кабинам, по ступам, как в мультфильме, да, про бабку и ежку. И вода побежала. Побежали весенние ручьи, смотрю. А вот здесь ничего не изменилось. Здесь вот не срезали, не дошли еще досюда руки. Поворот на поселок с таким названием Воробьи. Где-то там в лесу или за лесом. Что-то даже без указания километража, сколько до этого поселка километров. Вот мы уже по новой дороге поехали. Сейчас будем то по левой, то по правой стороне. Да. Подушка на встречке уже песком отсыпана. Еще осталось щебня. И все это дело укатать. Можно класть асфальт. Впереди у нас, хотел сказать, надземный пешеходный переход, точнее, то, что от него осталось. После того, как здесь произошел трагический случай. Сбил его самосвал поднятым кузовом. Погибли люди. И теперь это как напоминание о том трагическом случае стоит. Лежит сам пешеходный переход вдоль дороги. Да, и когда его восстановят, пока не ясно. Да, и здесь вот даже на новой трассе сделали объезд. Но это для того, чтобы положить бетонные колодцы. Или как их, кольца бетонные. Для того, чтобы свободный был водоотток здесь, в ближайшей реке. Или просто нет, здесь реки-то нет. Для того, чтобы с полей вся эта водоотток сходил. Так, и здесь у нас уже автомобильный мост. Построено перекрытие. И делаются только уже подъездные пути. Да, сколько леса вырублено в связи со строительством дороги. Здесь выезд-то выезд крутоват. 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 И выходим опять на плохой участок. Да, и он тут и плохой, и в то же время новый построили. Рядышком расширили здесь место проезжей части. Ну и здесь, смотрю, подлатали. Нет, скорее всего, это было еще в прошлом году сделано. Сегодня тут свежим асфальтом не пахнет, потому что ямы дыры свежие. Так, и где вот тут разъезжаться? Кошмарики. Пошла встречная плотка, плотная встречка. Здесь у нас пошли яма на яме. Да, вот именно на этих участках и теряешь колоссальное время, колоссальное количество времени. А мы уже въезжаем в Кунгурский район. Да, высоко подняли новую трассу. Тогда и подъездные здесь пути должны поднимать. Кошмарики. На пятой передаче. Это даже не стиральная доска, это зуботряска. Но ничего, потерпим. Благо, что это недалеко здесь. продолжается. Ну, а дальше побежим. Дальше побежим, но побежим мы по объездным карманам пока. сделано. Сделано, кстати, неплохо. Жаль будет рушить опять этот асфальт. А его придется снимать, потому что, смотрите, дорогу новая. Вон на какой высоте здесь-то старый асфальт, его не жалко. А там вот объездной асфальтная крошка она тоже нужна. Сейчас подсыпают ей обочины, что делает их менее пыльными, более жесткими. Одним словом, все по евро стандартам. как хорошо шли мы с вами. И бац, засада. Засада идет мазик, вроде не сильно груженый, но тяжело идет. И обгонять здесь только определенные карманы. Даже не карманы, определенные места. Как всегда, где можно обойти там сплошная, а где вот сейчас появляются окошки, встречка, но идет очень близко. И хватит мне с двадцаткой быстро стартануть. Ну что ж, делать нечего. мы и так уже так было в 16 44 прибытие, уже в 16 51 бежит, потеряли на этом ремонте уже 7 минут. Подходим мы к первой развязке на Конгур. здесь раньше был пост ГИБДД очень давненько уже сейчас кафе. Тоже неплохо. если сейчас хотя в принципе мы сейчас на спуск пойдем там будет две полосы это не знаю может пермский парень подвинется иначе придется идти потом уже до самой горы. В гору конечно мы объедем его, но он уходит вообще да он уходит на Кунгур. Ну и хорошо значит не так много мы времени потеряем. Так смотрим дорожные указатели нам показывают 310 километров до Екатеринбурга и от Екатеринбурга еще 320 где-то да итого 630 вот так показывает у нас 627 до места все нормально все пока идет по плану дошли мы до развязки на Суксу это 125 километр трассы Пермь Екатеринбург и у нас сейчас начнется объездная ее все шуточно называю американские горки оно так и есть мы сейчас будем с горы в гору с горы в гору благо асфальт здесь ровный построили ее относительно не так давно но по крайней мере уже покрытие здесь менялось и до сегодняшнего дня была она в хорошем состоянии так мелкой дружь есть ничего страшного это ни о чем не так что они они Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...